Витамин А, он же ретинол, помогает повысить работоспособность, ускоряет метаболизм и помогает быстро восстановиться после нагрузок. Достаточное количество витамина А во время похудения, гарант того, что твой иммунитет не ослабнет, как это часто происходит во время диеты. Витамин А не содержится в продуктах в чистом виде, он синтезируется из ретинола и каротиноидов. Первый ты найдешь в печени, куриной, говяжьей, свиной или рыбьей, желтках куриных яиц, молочных продуктах и сливочном масле. А вот каротиноиды ищи в овощах, фруктах и ягодах красного и оранжевого цвета, например, помидорах, моркови, персиках, абрикосах, красном перце и тыкве. Также его немало в кабачках, капусте и свежей зелени. Кальций – лучший друг худеющих. Помимо того, что кальций – главный строитель организма, он еще и выполняет функцию активатора многих ферментов, которые способствуют освобождению энергии, что напрямую влияет на скорость обмена веществ. Лучшие источники кальция – это молочные продукты. Кефир, молоко, йогурт, твердые сорта сыра, творог. Но лучше, если в этих продуктах будет низкий процент жирности. Делай ставку на кисломолочку, если ты хочешь избавиться от лишнего в области живота. И не забудь, обилие молочных продуктов в рационе снижает риск побочных эффектов во время диеты. Хром – еще один активный участник обмена веществ. В первую очередь потому, что хром взаимодействует с инсулином, помогая организму лучше усваивать глюкозу. Причем тут похудение, спросишь ты. Все просто так, как хром контролирует уровень сахара в крови, то он отвечает и за вкусовые потребности организма, в частности, за тягу к сладкому и мучному. Вывод, чем больше в организме хрома, тем меньше тяга к сладкому и ниже твой аппетит в целом. Суточная норма хрома составляет 150 мг, но набрать ее довольно непросто. Среди продуктов богатых хромом бразильские лесные орехи, гречка, пшено, печень телятины, сырой репчатый лук, фасоль, картофель, брокколи, цветная и брюссельская капуста, а также жирная морская рыба. Среди витаминов группы в диетологе выделяют в 1, в 6 и в 12. Витамин в 1, по-научному тиамин, очень важен для углеводного обмена. Недостаток в 1, причина повышения аппетита, провокация переедания и, как следствие, лишнего веса. Среди продуктов богатых тиамином, темные крупы бобы, красное мясо, печень, хлеб из муки грубого помола. Витамин в 6 отвечает за иммунитет, восстановление тканей, стимулирует белковый обмен в организме. Благодаря ему в крови формируются эритроциты, которые переносят по организму кислород. А в процессе похудения жиры сжигаются именно благодаря кислороду. Связь простая, нехватка в 6, равно замедление снижения веса. Больше всего этого витамина в буром рисе и ячмене. Витамин в 12 также очень важен для процесса обмена веществ. При его недостатке развиваются раздражительность, слабость, высокая утомляемость, верные спутники диеты. А еще возможны сбои в пищеварительной системе. Оно тебе надо. Вот и мы думаем, что нет. Так что срочно налегай на рыбу, морепродукты и яичные желтки. Похудение даже на 3-5 килограммов может привести к потере упругости кожи и ненавистному циолилиту. Чтобы этого не произошло, в твоем рационе обязательно должны быть продукты, богатые калием. Недостаток этого микроэлемента может привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, поэтому калий для худеющих – еще один маст хэв. К тому же калий способствует быстрому перевариванию пищи, выводу токсинов и повышению тонуса мышц. Добавь в свой рацион сухофрукты, бананы, орехи и шпинат. Но настоящий кладезь калия – черная смородина. Скоро начнется сезон, не пропусти.